Друзья, всем привет! Вот на такую вот статейку наткнулся. И хочу вам немного пояснить про вот эту вот зарядку, которую придумал здесь 19-летний гамильчанин. То есть статья звучит, как белорусский студент собрал 70 тысяч евро на зеленую зарядку для смартфонов. 19-летний гамильчанин, студент БНТУ Михаил, придумал экологическую портативное зарядное устройство для смартфонов. Хан Энерджи не требует подключения к электросети и накапливает энергию вращением гаджета в руке. На исходе 2016 года белорусский изобретатель собрал в ходе краундфандинг компании 71 тысячу евро, почти в полтора раза больше запрашиваемой суммы. Это самый эффективный и компактный генератор электроэнергии из всех существующих сегодня на рынке, рассказывает Михаил. Вы с помощью своих мышц вырабатываете энергию, которой можно зарядить смартфон, либо другое мобильное устройство. Энергия всегда под рукой. Встроенный в гаджет ротор при совершении круговых движений рукой делает порядка 5000 оборотов в минуту. Таким образом в устройстве накапливается ток, необходимый для зарядки мобильного телефона. При габаритах 70 на 72 гаджет весит 380 грамм. 380 грамм это примерно вес толстостенной чашки. Возьмите чашку, покрутите хотя бы 10-15 минут и у вас сразу же пропадет желание дальше заряжать вот этот вот смартфон ваш. Он оснащен USB выходом 5 вольт 1 ампер. Ну в принципе стандартное зарядное устройство. Сможет ли Hand Energy заменить традиционную зарядку? Hand Energy заряжает смартфон на треть дольше, чем это происходит от сети. То есть вместо обычных 10 минут необходимо для зарядки 10% с Hand Energy потребуется 13 минут. С зеленой зарядкой Михаил участвовал в стартап-туре Сколково, где победил номинацию энергоэффективной технологии. Здесь вот пишется договор с инвесторами автор Hand Energy пока не заключал, хотя с момента запуска проекта получил десяток предложений, как от частных, так и от представителей компаний, в том числе и США и Белоруссии. Ну это со слов автора вот этого Михаила. На самом деле там дураков нету, журналистам можно наговорить все что угодно, пока в этом нет необходимости говорить создатель зеленой зарядки. В мае мы будем поставлять первые партии на Kickstarter. Тем людям, которые вложили деньги и приобрели продукт, всего компанию поддержало 832 человека. Чуть позже, летом и осенью, будем налаживать массовое производство. Первую партию Hand Energy мы скорее всего произведем в Белоруссии, разве что некоторые детали придется закупать за рубежом. Не некоторые запчасти, а все будете запчасти вы закупать в Китае. Дальше будем смотреть по себестоимости. Уже есть ребята, которые заинтересованы в дистрибуции нашего продукта. Кроме того, мы планируем продавать через Amazon. Amazon это торговая площадка в интернете, типа eBay, AliExpress и так далее. Кроме торговых площадок в интернете, вы нигде это устройство не продадите. Потому что в магазине это устройство никогда не будет продаваться. Потому что это устройство никогда не будет сертифицировано. Друзья, это обычная маломощная динамо машина. Вот, к примеру, типа вот такого фонарика. Раньше, знаете, было в советских временах, продавались фонарики. Но там лампочки-то были по 5 Вт. Это сейчас вот на диодах вот эти фонарики. А раньше же были помощнее. Как он говорит, 1000. А у него просто там стоит батарейка на 1000 мА. А само устройство там, ну в лучшем случае, 100 мА выдает. То есть еще раз повторяю, что были раньше советские вот такие вот фонарики, которые там выдавали 5 Вт. Если вот этот фонарик доработать, то можно, в принципе, сделать из него неплохое зарядное устройство. Но не с этого, что он там изобрел. Стоимость вот этого гаджета на кинстартер 99 евро. Хотя еще год назад Михаил планировал продавать зарядку за 15 евро. В принципе, это реальная ее цена, которая люди еще могут ее купить. Дороже 15 долларов ее даже никто покупать не будет. Может там для обзоров, там для интереса, может кто-то и купит. Но чтобы так вот массово там даже по 50 долларов, чтобы вот это устройство покупали, нету никакого смысла. Во-первых, оно будет работать до первого падения об твердую поверхность. Ну, на землю может она еще выживет, но если там, например, от бетонного пола она упадет, а плитку, скорее всего, это устройство просто перестанет работать. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь пишут. Ну, они друг у друга тут перепечатывают. Немножко что-то свое тут добавляют. Хант Энерджи создал 19-летний Михаил. Он рассказал радиосвобода, что для полной зарядки смартфона со средней батареей в 2000 мАч, который заряжается от розетки 2 часа, придется крутить Хант Энерджи около 2 часов 24 минут. Если одновременно крутить шар и заряжать телефон, время зарядки увеличивается на 30%. Почему оно увеличивается, если оно должно уменьшаться, это время зарядки? Но вряд ли сценарий полной зарядки основной. Емкость батареи в Хант Энерджи 1000 мАч. То есть там еще встроенная батарейка 1000 мАч. Так что устройство скорее подойдет для долгих поездах или экстренных случаев. Вспомнил я как-то либо статью какую-то читал, либо анекдот. Ввели, короче, газ в каком-то поселке. По проекту там что-то не довели, они что-то бросили это дело. То есть хозяину рабочих попросил, типа, проведите мне этот газ, я вам заплачу денег. Они ему, типа, там объясняли, что это невозможно, он, я вам заплачу денег, вы мне только проведите газ. То есть они ему взяли там три баллона, закопали в землю, провели ему там в дом этот газ. Когда человек спалил газ в баллонах, он звонит в этот Гургаз и говорит, что, типа, у меня газ не работает. Приехали газовещики, раскопали ему эти баллоны, показали. Напоминает мне вот это вот устройство. Еще во время Первой мировой войны использовали динамо-фонарики. Вот что я вам говорил недавно. Если бы на российском заводе и на белорусском, на украинском было сделано вот это вот, ну, они раньше были, в принципе, они бы выдавали бы без проблем 5 ватт, можно было бы там заряжать. То есть даже можно было сделать и 10 ватт, чтобы выдавало это все. Ну, не вот это вот китайское барахло, маломощное. Он максимум сейчас закажет детали для своего устройства и будет на дому где-нибудь собирать с друзьями. И по ebay там по 20 долларов их продавать. И сейчас можно приобрести фонарик, которым нужно понажимать на рычажок, чтобы подзарядить его аккумулятор. Через интернет даже можно приобрести рычажные зарядки для телефонов. Ну, это типа вот таких вот фонариков. Самих зарядок я, конечно, не видел, может и существуют. Однако нельзя сказать, чтобы такие устройства были широко распространены. Почему так? Та технология довольно слабенькая для зарядки мобильных устройств. Объясняет Михаил. Это неудобно. У вас просто отвалятся руки постоянно нажимать. Тем более мышцы будут уставать, а останавливаться нельзя. А ханэнерджи наоборот эффективный и мощный инструмент. Удобен в использовании. Когда я был на выставке Сколково, эмоциональный центр в России, я крутил ханэнерджи от восхода до заката. Ну, дружище, если день захочешь, то будешь и ночью крутить. То есть, 400 грамм, это не такой уже маленький вес, я вам скажу. Тем более круглый. Тем более его нужно постоянно держать, чтобы не упустить. Там достаточно 30 минут, и рука уже отвалится у вас от этого кручения. В отличие от 3-чаржных зарядных устройств, у ханэнерджи энергию на ротор передается магнитный ротор. Но это, в принципе, ни о чем не говорит. На выходе 5 вольт 1 ампер. Еще раз повторяю, это маловероятно. У него стоит там этот аккумулятор 1 амперный. И плюс еще вы вот этот шарик крутите, когда там 100 миллиампер ему подпитывает. Нужно день его покрутить, чтобы там зарядить этот телефон. Правда, если китайские рычажные зарядки стоят несколько долларов, ханэнерджи будет стоить около 100 евро. То есть, парень настроен серьезно, даже в евро будет продавать. Вот, смотрите, я вам показываю. Это у нас внешние батареи на солнечных батареях. Ну, здесь завышены показатели, потому что, сами понимаете, китайцы здесь все завышают. Если здесь 10 тысяч миллиампер в час будет батарея, то это нормально. Во-вторых, здесь противоударный корпус. То есть, если он упадет на ребро, он уже не разобьется. В отличие вот от этого его устройства, который упадет там на землю и вряд ли он уже больше работать будет. За 15-20 долларов можно купить зарядку, плюс солнечная батарея здесь у него встроена. Вот, даже вот такие вот за 100 долларов можно, в принципе, на рюкзак даже такой вот купить. А если без солнечной батареи, там они еще подешевле будут. В нем встроен фонарик. Ребята, с китайцами, вот с этими устройствами тягаться бесполезно. Если там что-то стоящее у него есть, у этого Михаила, то через полгода они будут здесь продаваться, на Алиэкспрессе. И никто у него ничего спрашивать не будет, можно ли продавать, либо нет. У него оно не запатентовано. Никто ему патент не даст. Он не забыл там велосипед. Он обычную динамо-машину засунул в круг. Его можно было в квадрат засунуть, либо в какой-нибудь шестигранник. Кстати, шестигранник тоже неплохой вариант, потому что он будет очень хорошо в руке держаться, в отличие от круга. Так, продолжаем дальше. Собранный на Kickstarter десятков тысяч евро хватит только на тестовую партию устройств. И то не факт, добавляет Михаил. На массовое производство понадобятся большие инвестиции. Однако Михаил не имеет планов эмигрировать на Запад. Я живу в Беларуси и пока тут собираюсь оставаться. И мы хотим сделать маленький заводик в Беларуси. Какой здесь может быть заводик? Здесь максимум, что может быть, это заказать в том же Китае вот эти вот все запчасти. Собрать здесь нам на квартире где-нибудь с друзьями. И продать, еще раз повторяюсь, на том же ebay. Вот возьмите, к примеру, яблоко. Ну, яблоко там весит пускай 200 грамм. А здесь всех 400 грамм. По весу очень тяжелое устройство. Во-первых, оно круглое. Его в карман вы никак никуда не положите. Только в рюкзак. Либо какую-нибудь сумку. Вот это вот устройство вы можете положить куда угодно. Здесь, как пишется, 20 тысяч миллиампер. Ну, пускай здесь будет 10 тысяч миллиампер. Если в смартфоне там 3000 миллиампер, то его можно, ну, хотя бы три раза зарядить. Плюс идет подпитка постоянно солнечной батареи. Не надо ничего в руках крутить. Удобство при переносе. Второе, противоударные свойства. Я уже объяснял это. То есть я тебе сразу, Михаил, говорю, что вот это вот твое, как так называемое изобретение, оно не пойдет у тебя. Будут какие-то минимальные там продажи, но так, чтобы там вот, как даже вот эти вот батареи, они у тебя не будут продаваться. Потому что ты сам понимаешь, что это устройство, оно 1 ампер, но никак не выдает. Это вот еще есть такой вот изобретатель, вот, Дудышев. Научный руководитель, академик там, то есть понаписывают, что он тут подзобретал. Тут экономия 50%, там, эко-топы, карбюраторные электроактиваторы, там, пушки, ионизатор воздуха, турбины, ну, вот игрушки вот такие повыдумливают людям. Это уже блогерами протестировано, уже пишется в интернете, что это все не работает. Все эти пушки его, все эти эко-топы, под карбюратор этот что-то вставляется. Это уже все доказано. Где он очередных лохов находит, я не могу понять. Но у него, в принципе, идеи, конечно, хорошие, но не доработаны эти все идеи у него. На самом деле я таких людей уважаю, потому что не каждый человек может в 19 лет собрать 70 тысяч, там, 71 тысячу долларов. Этот Михаил хорош тем, что он организовал вот это все, собрал команду, потому что здесь очень была произведена большая работа, много вложено усилий в это, чтобы люди поверили в это устройство и вложили деньги в это устройство. Я таких ребят очень хорошо знаю, они обычно заканчивают университет, их приглашают в какие-то фирмы, там, компании в ту же Америку, в ту же Европу, нормальную зарплату им выставляют, они туда без вопросов едут, работают там над проектами какими-то другими. Мой тебе, Михаил, совет, брось ты эту затею, начинай работать над другим проектом. Идеи мозги у тебя есть, такие люди не пропадают. То, что ты там изобрел, ты ничего здесь не изобрел. Это обычная динамо машина с аккумулятором, который засунули там в круглую коробочку. Все, друзья, вот такое вот видео небольшое про Hunt Energy мы заканчиваем. Всех благодарю за внимание, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok